Здравствуйте, друзья! В эфире 3D News Daily с порцией свежих новостей из мира хай-тек. Android Wear вскоре может сменить вывеску, об этом свидетельствуют находки в коде превью Android P для разработчиков. Глазастые пользователи заметили, что Google называет систему Wear OS, а не Android Wear, а привычный логотип с часами заменили буквой W. Все это не обязательно означает, что такой ребрендинг произойдет в скором времени, но к релизу Android P или даже конференции Google I.O. в мае вполне вероятно. Смена названия с Android Wear на Wear OS логична, ведь продукты под управлением этой системы совместимы не только с Android-устройствами. В конце концов, смарт-часы на Android Wear можно использовать в паре с iPhone. Видимо, новым названием Google хочет продемонстрировать широту и универсальность своей платформы. Отдел Microsoft Research занимается самыми разными исследованиями, в том числе в области интерфейсов для виртуальной и дополненной реальности. Недавно команда продемонстрировала несколько интересных наработок. Первый контроллер называется Коготь. Он выполнен в форме пистолета и оснащен системой обратной связи для передачи тактильной информации о виртуальных предметах. К примеру, можно ощутить текстуру поверхности, сопротивление материалов различной плотности и форму объектов. Другая система, Haptic Links, предназначена для имитации взаимодействия с предметами с использованием обеих рук. Например, для стрельбы из двух пистолетов или из ружья. Исследователи создали соединения трех видов, которые подключаются к контроллерам движений HTC Vive и связывают их в единую систему с нужной степенью свободы и обратной связи. Можно крутить руль, стрелять из лука, работать с отбойным молотком, играть на тромбоне и так далее. Набор возможных сценариев очень широкий, но универсального соединения, способного достоверно передать ощущения в каждом конкретном случае, пока нет. Каждая из трех справляется с теми или иными задачами лучше других. Наконец, Microsoft показала Кейнтроллер — имитатор трости для людей с нарушениями зрения. Этот контроллер позволяет слепому человеку ориентироваться в виртуальном окружении с помощью привычных для него навыков. При перемещении трости появляется вибрация, а в случае столкновения с виртуальным объектом она останавливается. Ну а подключенная гарнитура HTC Vive отслеживает положение головы и отправляет на наушники объемный звук. Все это крайне интересные штуки, но напомним, что речь идет об исследовательских прототипах, поэтому не ждите их завтра в магазинах. Сотрудники швейцарской высшей технической школы Цюриха тоже заняты делом. Они научили четвероногого робота Animal танцевать. И не просто загрузили в его кремниевый мозг запрограммированные движения, а создали гибкую систему автоматического обучения. Машина анализирует темп трека, планирует свои движения, исполняет их, а затем проверяет, насколько эти движения синхронизированы с ритмом. Впрочем, танцы — это очень человеческий процесс, и при том весьма интенсивный, поэтому роботу нелегко его имитировать. Но все еще впереди. Это не только забавно, но и имеет практический потенциал. Ученые сравнивают данный механизм анализа и коррекции действий с тем, как человек мысленно прокручивает в голове выполнение будущей задачи. Нет нужды говорить, что подобный талант может очень пригодиться роботам в самых разных сферах. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok